Грузия постепенно снимает ограничения, заработал общественный транспорт, возобновилась внутренняя авиа и ЖД сообщения, к работе приступили и объекты внутреннего туризма. Но власти призывают граждан не расслабляться и соблюдать действующие ограничения. Какие, выясняла Юлия Тужилкина. Маски и социальная дистанция – вот основные требования в Грузии сегодня. И никаких кондиционеров. Так теперь работают все места общественного пользования, включая салоны красоты, кафе и рестораны. Надо признать, это нелегко в условиях 30-градусной жары. Особенно тяжело в общественном транспорте. В стране еще месяц будут запреты, к примеру, на массовые застолья, будь то поминки или свадьбы. Госучреждения функционируют, но многие госслужащие пока остаются работать на удаленке. С 15 июня открылся внутренний туризм, а вместе с ним – междугородние авиа и железнодорожные сообщения. А еще национальные парки и заповедники. В этом году внутреннему туризму надо дать больше стимула, чтобы побольше грузин смогли путешествовать и отдохнуть. Но вместе с этим все должны соблюдать те элементарные рекомендации, которые мы даем. Должна соблюдаться социальная дистанция между людьми, в закрытых помещениях обязательные маски, личная и общественная гигиена. А при первых симптомах заболеваний надо обращаться к врачам. За последнюю неделю количество инфицированных коронавирусом вновь стало расти. Но медики не считают, что ситуация выходит из-под контроля. По их мнению, наблюдается тенденция роста так называемых легких случаев заболевания. В целом, с открытием многих сфер деятельности, рост числа случаев инфицирования был ожидаем. Мы всегда говорили и сейчас говорим, что вирус никуда не делся, никто его не побеждал. Отдельно взятая страна не может победить вирус. Это глобальный кризис. Но мы должны научиться управлять вирусом, лечить людей, выходить на источник заражения. Это самая главная задача, которую мы должны решать в будущем, так же, как делали это до данного этапа. И все должны понимать, что ответственность лежит на каждом гражданине страны. И к вопросу об ответственности. Уже вступили в силу поправки в кодекс административных нарушений. И теперь за отсутствие маски в закрытом публичном помещении или транспорте людей оштрафуют на 6 долларов. А юридическое лицо, допустившее сей факт, почти на 170 долларов.